Погодные условия в нашей стране на руку аграриям. В южных регионах уже стартовали работы на полях. Всего предстоит засеять почти 2,5 миллиона гектаров. Если погода будет благосклонной и дальше, то каравай весом не менее 8,5 миллионов тонн – реальная задача. На получение максимального результата направлена и новая белорусская IT-разработка, которая позволяет следить за уровнем урожайности по информации со спутника. О космических новинках и земных заботах Никита Дементьев. Конкретно в этом месте произошли какие-то выпады. Тут уже агроном должен туда приехать и разобраться, в чем проблема. Выявить проблему теперь не составляет большого труда, уверяют Всеволод и Филипп. Создатели приложения OneSoil многочасовую, а то и многодневную работу в поле превратили в пару кликов на компьютере. Данные со спутника подсказывают фермеру, сколько нужно внести удобрения на отдельном участке, а следить за состоянием грунта, почвы или посева стало гораздо проще. После экспериментов прямо в поле и полученных снимков из космоса создаются карты земляных участков, на которых отображается текущее состояние урожая. Пользуясь данным приложением, фермерам теперь нет необходимости обходить все свои угодья. Достаточно зайти в телефон, вести необходимые корректировки и можно приступать к работе. Но за такой простотой стоят годы кропотливого труда молодых белорусских программистов и агрономов. Защитивший кандидатскую по агрохимии Всеволод шутит, что его всегда тянуло к земле. Невозможно создать качественное, хорошо работающее приложение для агрария без полевых экспериментов. Мы это хорошо понимаем. И в этом году мы начинаем программу для всех фермеров в мире, в том числе и для белорусских аграриев. К слову, белорусские аграрии уже пользуются подобной системой под названием точное земледелие. Изначально она была заточена под технику, координировала маршрут в поле, следила за экономией топлива и проводила локальную дозировку удобрений или семян на участке. В агрокомбинате Ждановичи этой системой успешно пользуются 10 лет. За годы службы нареканий у руководства не вызвало. Работа оптимизировалась, а производительность возросла на 30 процентов. Но и это не предел. После того, как мы обследовали, есть программа, которая рассчитывает и уже вносит не локально, а дифференцированно. То есть на определенном участке идет определенная дозировка. То есть, когда идет разбрасыватель, он понимает, где он находится, сколько на данном участке нужно внести удобрений. И электронно задвижки здесь работают. Здесь надо 200-300 килограмм и так далее. Сегодня систему точного земледелия предлагают сделать еще более точной. В Минсельхозпроди совместно с Министерством связи и информатизации ведутся разработки по ее улучшению, чтобы увеличить эффективность еще на 15 процентов. Задача, поставленная главой государства, внедрить новые технологии по сокращению убытков в аграрной сфере. Такую цель поставили на 20-й год. Эта система позволит действительно перейти на новый уровень взаимодействия между сельхозпроизводством и другими заинтересованными. В том числе, обеспечивать решение задач по дифференцированному внесению удобрений, по уборке урожая. То есть, фактически, система точного земледелия позволит контролировать или, можно даже сказать, не контролировать, а решать задачу по прогнозированию урожайности с заданной себестоимостью. Другими словами, все эти новые разработки нацелены на повышение качества урожая, его увеличение и снижение себестоимости. Кстати говоря, о цене приложения от наших ученых уникальны еще и тем, что абсолютно бесплатно, в отличие от менее информативных зарубежных аналогов. И пользоваться им могут как дачники-любители, так и крупные агрокомбинаты. Никита Дементьев, Александр Хоровец и Дмитрий Чумак. Агентство Теленовостей.